Добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня понедельник, как всегда, день неоднозначный, тяжелый с одной стороны, а с другой, вот видите, Антон мне рассказывает, как хорошо он зашортил золото несколько дней назад и собирает сливки просто, шоколад. Это нормально. Итак, друзья мои, как всегда в это время мы говорим с вами о текущей ситуации на финансовых рынках, даем прогнозы, рассказываем друг другу интересные истории по этому поводу. Сегодня в гостях Антон Захаров, ведущий аналитик промсвязь банка. Добрый вечер, Антон. Добрый вечер. И Алексей Егоров, аналитик Номосбанка. Добрый вечер, Леша. Добрый вечер. Все в порядке у вас, я надеюсь. Да. Ну и в прямом и в переносном смысле, я имею в виду, и жизнь удалась, ну и рынок радует. Хотелось бы верить в это, по крайней мере. Уважаемые слушатели, традиционно у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Также есть сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями, поскольку уже пора. Уже пора. Значит, я начинаю традиционно с картины маслом. Смотрим. 18.04 в Москве, что происходит сегодня на финансовых площадках. Ну, вялая динамика отечных индикаторов сейчас, собственно, заканчивается тем, что РТС под воду уже спустился. Минус 0,1%. 1588 в моменте. ММВБ все еще в плюсе, но уже в смешном совсем. 0,08% 1521. Азиатские площадки, как вы знаете, сегодня закрыты по причине празднования. Ну, а американцы присоединятся к нам. Приятно всегда это говорить. К нам присоединятся чуть позже, через полчаса. Мы посмотрим, как они это сделают. Кстати, надо сказать, наверное, о том, что CP опять сделал в пятницу, да, перехай, сильные закрытия. В общем, видимо, будем говорить о том, что восходящая динамика пока еще в силе. Далее я смотрю, пардон, я смотрю на сырьевые рынки и на Форекс. Ну, по поводу сырья надо порадоваться, поаплодировать даже, наверное, да, Антон? Потому что бренд сделал практически уже, да, 118-119 уколол. Сейчас корректируется, 116-95 в моменте за бочку. Золото сегодня летает, просто, я не знаю, что с ним. Падает. Падает, оно летает, оно туда-сюда, туда. Преимущественно, да, конечно, сейчас вот начался отскок. Вот, но сделало оно сегодня прилично, да, практически 2%, 1650 в моменте за унцию. В общем, замечательная история с золотом. Евро-доллар держится выше 1,33, сейчас немножко даже подрастает. Ну, и, соответственно, учитывая, что мы сегодня в основном, ну, или преимущественно будем говорить о валютном рынке, наверное, поговорим и о том, что происходило на прошлой неделе, да, после того, как 1,37 мы увидели по евро-доллару, и сразу такая замечательная коррекция в район 33 фигуры. Ну, и, собственно, упомянуть можно, наверное, фунт, он в диапазоне продолжается, да, или, там сказать, после небольшой коррекции, небольшой коррекции, доллар-иена опять выше 93. В общем, все пока без изменений. Значит, что касается отечественной валюты, она сегодня несколько ослабевает. Ну, к ней, кстати, вернемся чуть позже, да. Значит, рубль ослаб, чуть-чуть ослаб против доллара, чуть-чуть подрос против евро. Ну, хотя нет, сейчас тоже динамику. Ну, и против корзины похожая у него история. А основной набор головы пишек сегодня разонаправлен. Ну, и можно сказать, что Северсталь теряет 2% на текущий момент. Почти столько же теряет Газпром 135, уже где-то я считал сегодня, что 135 такая... Важная поддержка. Да, 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 да. Долгосрочная. То есть, если пробьем, то полетим. И АвтоВАЗ минус чуть больше 1%, вот в основном все. Рост нефт прибавляет 1%, 258 рублей. Ну, все остальное так, вяло-вяло. Ну, Норникель, да, чуть больше процента, может быть. Об этом стоит еще сказать. Итак, еще раз я повторю. Вот такова картина маслом на 18.07 понедельник. Давайте, собственно, рассуждать по поводу того, а что же действительно сейчас у нас на первом месте, да, с точки зрения реакции рынков на события. И если действительно все-таки, давайте начнем с валютного рынка, из динамики евро-доллар на прошлой неделе. А что заставило, Антон, как ты считаешь, что заставило все-таки так серьезно откорректироваться евро-доллар? Ну, во-первых, хотелось бы начать с поздравлений всех слушателей с Китайским Новым Годом, благодаря которому мы, как мне кажется, видим снижение на рынке commodities. Благодаря Новому Году Китайскому? Ну, да, потому что снижается активность, соответственно, они до этих дней традиционно закупают промышленные металлы, соответственно, и нефть, я думаю, тоже стала таким же активом. Вот, и сейчас мы видим как раз снижение без Китая, такая утренняя сессия вообще была тихая, и сейчас в Европе и в Азии начались снижения. Что касается евро-доллара, то я думаю, что основным фактором, послужившим на снижение, разворот такой, начинает рисоваться по евро-доллару с потенциалом дальнейшего снижения, с отскоком. Ну, это мое такое поюдное мнение. В первую очередь, это было связано, естественно, с техническими факторами, вот, там довольно-таки сильное сопротивление в районе... 1,37 как раз, да? 1,37, но вообще потенциал сохранялся еще 1,37-80, вот. Ну, то, что касается технических факторов, такие вот именно фундаментальные, основные, я бы выделил это, естественно, заседание ЕЦБ, а именно пресс-конференция с главой ЕЦБ Марио Драги, который, по моему мнению, смог как бы удержаться от того, чтобы своими комментариями присканчивали от того, что ЕЦБ ввязывается в валютную войну, вот. Ну, тем не менее, в некоторых его комментариях, в том числе связанных с инфляцией, можно было услышать, что все-таки ЕЦБ собирается в дальнейшем снижать ставки. Вот. Ну, это такой фактор именно со стороны еврозоны, а со стороны США представилось несколько выступлений представителей ФРС, в том числе Эванс такой есть, один из руководителей, который в этом году также голосует. Он сказал, что ФРС может завершать программу количества смягчения даже при уровне безработицы выше 7%. Ну, движение, то есть там начинается такое инакомыслие ФРС усиливается. Ну, сам факт того, да, что уже разногласия пошли, и это напрягать уже. И золото тоже так же может реагировать, конечно, на эти факты. Я понял. Леш, ты что добавишь по поводу событий? Ну, на самом деле, как бы появились ряд высказываний политиков европейских, которые начали опасаться относительно того, что дорогое евро на самом деле невыгодно многим странам. В частности, президент Франции высказался по этому поводу относительно того, что дорогое евро мешает экспортерам. И даже, по-моему, какой-то был подсчет относительно того, что на какой-то уровень роста европейской валюты относительно доллара, насколько он снижает потенциал роста ВВП страны. Ну, собственно говоря, это не единственное было. Ангела Меркель тоже заявила то, что никакой там... Не Ангела Меркель, прошу прощения. В Германии было сделано заявление относительно того, что ни при каких условиях нельзя вмешиваться в валютное регулирование рынка. То есть невозможно там это никак не повлиять. Администрировать не надо. Да, администрировать не надо никак. Ну, собственно говоря, это определенные разногласия. Ну, в принципе, первопричина, конечно, была все-таки выступление главы ЕЦБ. То есть европейская валюта в настоящий момент, она такая попала под негативчик. Ну, как бы я, честно говоря, думаю, что большинство просто инвесторов, которые покупали евро, когда оно там активно росло, просто нашло повод для того, чтобы продать и развернуть позицию. Вот, зафиксироваться, да? Просто мы говорим о том, что если, да, вот мы нашли причину роста, как минимум, последних нескольких недель, то эта причина краткосрочная, да, деньги вернулись, соответственно. Я считаю, да. Реакция на это произошла и все вернулся на круги своя. Все-таки хотелось бы ваше мнение услышать по поводу того, действительно ли, и в частности, то, что мы видим в паре евро-доллар, и, если мы говорим, да, о выступлении руководителей еврозоны, да, и главы Центробанка, действительно ли на первое место опять выходят проблемы, вот проблемы еврозоны, которых мы так немножко забыли, может быть, или в сторону отодвинули их, скорее всего, да. Сейчас вот время этого, вспомнить это. Как я понимаю, да, что ситуация в Европе, там, принципиальных изменений-то на самом деле нет, то есть есть некие улучшения, но, по сути, даже, как бы, европейский регулятор отмечает то, что восстановление, если первоначально, прошу отметить, в конце прошлого года отмечалось то, что ЕЦБ отмечал, что экономика еврозоны начнет демонстрировать восстановление в первом полугодии, ой, уже во втором полугодии 2013 года, то на последнем заседании было отмечено только-только в конце, да, то есть, как бы, сместились немножко планы по началу восстановления. Ну и, собственно говоря, что, возвращаясь к тому, что было только что озвучено моим коллегой относительно того, что деньги вернулись в ЕЦБ, ну, как бы, это не факт того, что это позитивно, понимаешь, а могли же эти деньги быть отданы, там, допустим, в экономику, да, но банки предпочли, там, сократить просто, собственно, задолженность. А можно это продолжить? То есть, на эту тему решили продолжить. По поводу возвращения, ну, просто я считаю, что, действительно, эти деньги, которые, они лишние, они, экономика, как бы, экономики не было спроса на эти деньги, банки решили вернуть их к ЕЦБ, в том числе, потому что сейчас у того же самого ЕЦБ на разных тендерах с разным сроком они могут привлекать подставку более низкую, под 0,75%, нежели они занимали у ЕЦБ. Зачем переплачивать эти деньги, и тем более, кстати, очень показательно, я думаю, будет именно сегодняшнее размещение месячных денег, как раз ЕЦБ будет тендер проводить, завтра будут какие-то итоги, и вот как раз нужно будет посмотреть, если банки привлекут значительную часть, значит, то, что вернули, это именно связывается с той идеей, что можно под более низкую ставку привлечь денег. Перекредитоваться, да? Смотри, мне фраза твоя понравилась, что эти деньги были лишними экономики, они не нужны, это как понимать? Ну, то есть, соответственно, у нас есть 150 миллиардов, по сути, которые вернули, они банкам некуда их вложить, они, естественно, могут добавить дешевую ставку, с другой стороны, получается, эти деньги, они не позволяют им заработать в реальной экономике, то есть, естественно... Ну, по поводу тех денег, которые были изъяты из банковской системы, банки вернули ЕЦБ, часть трехлетней денег, которую привлекли в прошлом году, вот, по поводу, как раз этих денег и реального сектора, хотел бы также объяснить, просто, я так понимаю, что эти средства также не нашли просто спрос со стороны реального сектора, поскольку, во-первых, экономика не развивается с такими темпами, видимо, и, соответственно, и на кредиты такого спроса нету, ну, это одна из идей. Вторая идея, это как раз, вот, банки могут сейчас привлекать по более низкую ставку, 0,75%, зачем им обслуживать свои кредиты под 1%, ну, и третья идея, на слухах обоснованная, то есть, на этой неделе, поговаривают, могут быть встречи представителей ЕЦБ с властями Испании, чтобы те, наконец-то, признали официально, что они запросили финансовую помощь, ЕЦБ может тогда активизировать свою программу покупки бандов испанских, вот, и, соответственно, таким образом они могут пополнить банковскую систему ликвидности, ну, и, соответственно, выкопить баланс банков, купленные ранее испанские банды, но это такая идея. Ну, на уровне слухов, тем не менее, слухами земля полнится, как известно. Да, Леш? Пока нет. Хорошо, ну, и с этой точки зрения, ожидания ближайшие, что с евро-долларом-то у нас? По поводу евро-доллара, во-первых, у нас события, большое количество соточено на эту неделю, как евросаммиты, как основное, это, я думаю, G20 в Москве, которое пройдет, вот, где наверняка будут обсуждать... Это как раз субботу-воскресенье, получается, да? Да, как раз будут все обсуждать валютные войны. Да-да-да-да. Тут одно издание, американское, накануне, как раз сегодня утром, или вчера вечером, обликовали как раз предположение, что G7-страны могут какой-то сейчас в коммунике выпустить, может, даже отдельное. Именно по поводу войн, да? По поводу войн, да, естественно, всем не нравится по поводу вся ситуации с иеной, вот, ее сильнейшее ослабление, это явное вмешательство. Ну, естественно, такие события. Что касается дальнейшего поведения евро-доллара, то я считаю, что в рамках даже коррекции к росту она не допадала, вот, 33.15, 32.80, я думаю, такие хорошие цели для того, чтобы закрыть возможные шорты, которые были, вот, рассчитывать на какой-то отскок. Так, я полагаю, что, возможно, что мы увидим после вот этого снижения, такое возвращение к росту, ну, я не думаю, что это будет значительнее, чем там уровень 1.35.80, 1.35.60, это максимум, который я вижу. Ну, в любом случае, вот, ты называл 32.80, 33, это как раз линия восходящего тренда, если смотреть на дневной график. Вот, а так в глазочной перспективе, с учетом вышеизложенного нами, то есть, это про ФРС, комментарии, там, заседание ЦБ. Вот, я думаю, что все-таки мы увидим уровень 1.30, 1.28 уже в ближайшие месяцы. В ближайшие месяцы, ну, условно говоря, в первой половине, да, этого года? Я думаю, да, в первой половине года, ну, то есть, даже можно ограничиться мартом, апрелем. Леша. Да. Ну, собственно, если ты считаешь нужным свое мнение по евро-доллару, тоже озвучь, и я хотел бы все-таки пару слов еще услышать от тебя и от вас по, вот, по поводу этой проблемы валютных войн. Действительно, она сейчас как-то очень активно всеми муссируется, да, не случайно, что и оттуда, и оттуда, и оттуда мы слышим, что, вот, ребят, не надо так, не надо. Приводь примеры 30-е годы. Да, 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 да. И вот эта вот история, да, что кто-то из Г-7, да, собирается выпустить, по поводу успокоить инвесторов, что, ребят, не переживайте, только рынок владеет нашими умами. То есть, честно говоря, вот тот рост европейской валюты, который мы наблюдали, там, вот, в первом, вот, первый период, там, текущего года, то есть, там, в январе месяце, на самом деле, как бы, действительно, там, мне кажется, евро было немножко переоценено рынком, и та коррекция, которую мы, вот, наблюдали на прошлой неделе, она, в принципе, там, действительно назревала, скажем так. Ну, честно говоря, мне не кажется, там, там, пессимистические прогнозы, что, там, евро будет дальше продолжать снижаться, я вот, честно говоря, для себя вижу, что в ближайший, наверное, там, месяц мы где-то, вот, вокруг текущего уровня будем, там, так вот торговаться, то есть, волатильно, скажем так, но, там, глобально причин для каких-то, там, коррекций, либо ростов, пока, честно говоря, нет. В принципе, следующее заседание 20 марта будет проходить... Заседание ЦБ, ты имеешь в виду? Да, поэтому, ОФРС, по крайней мере, ЕЦБ нужно посмотреть, когда там точно будет. Ну, понятно, вот, да, на мартовских заседаниях были уже разговоры, если мы вспоминаем прошлую неделю заседания ЕЦБ, были разговоры о том, что возможность ставку-то снизить, да, не пошел на это сейчас Драги... У них основывается новой мандат, инфляция пока что 2%, они не могут поступить с этому. Вот, посмотрим, что завтра будет ЦБРФ, раз припринимать в этих условиях тоже интересные события, это что касается нашего валютного рынка. Ну, мы сейчас к рублю вернемся, и все-таки, еще раз, друзья, вот, идея валютная... Насколько вообще вот это валютные войны и все, что по поводу этого сейчас люди говорят, большие люди причем, да, насколько это действительно актуально и может ситуацию на рынках каким-то кардинальным способом изменить? Ну, что такое валютные войны, да, как бы нельзя говорить там о глобальных полномасштабных каких-то операциях, но, действительно, там, снижение, там, искусственное занижение курса того же самого юаня, да, в Китае, оно действительно очень помогало экономике страны, то есть, во-первых, как бы это очень было на пользу экспортерам, те, кто непосредственно, скажем так, зарабатывает в стране деньги. Ну, собственно говоря, такой же пример мы видим сейчас в Японии, когда искусственно ослабляет иену для стимулирования экономики. А история с юанем, ну, она давнишняя уже, да, я уже лет 10, я помню. Юань на протяжении последних лет уже, там, двух-трех, он постепенно укреплялся против доллара, вот. Ну, то есть, коридорчик они, да, какой-то там все расширяют, расширяют. Ну, сразу же не перейдешь, не получится. Ну, это та же история юаня или вот японская иена сейчас? С юанем поутихли, сейчас обострились именно с японской иеной, вот, и многие другие центральные банки в своих комментариях пытаются как-то именно сторониться этого всего, ну, в итоге можно увидеть даже какие-то сигналы, именно связанные как раз с этими вещами. Даже у Марио Драги там были комментарии, связанные с тем, что нужно еще посмотреть, а как валютный курс влияет на инфляцию, то есть они со стороны инфляционных каких-то рисков именно рассматривают. А поскольку у нас в ЕЦБ все-таки вот мандат ценовой, поэтому они за этим следят. И вот, в принципе, потенциале, я думаю, инфляция... Вот это его заявление, это такая, это возможность на опережение сыграть, что ли, да? Мы можем вот и так, а мы можем вот и эдак. Я заметил, что многие инвестбанки как раз вот накануне и сейчас также пересматривают свои ожидания по поводу снижения ставок, вот. Многие уже закладывают там в начале второго квартала, даже некоторые из них указывают, что, может быть, даже вот мы увидим в марте какие-то движения по ставкам. Уже серьезные, но это мы про ЕЦБ говорим. ЕЦБ, ЕЦБ, да. Да, отмечается относительно того, что те стимулирующие меры, которые были запущены, в частности, ЛТРО, да, как бы они не запустили экономику, поэтому, как бы, ЕЦБ будет постараться прибегнуть к каким-то другим методам. Ну, а других методов, кроме как, действительно, либо, там, предоставить много дешевых денег, либо их стоимость там снизить. Ну, то есть... Сначала стоимость, а потом дальше предоставить. Да, смотри, предоставить, да, ну, по факту там был, да, запуск ЛТРО, и он, как бы, не нашел спроса, мы только что об этом говорили. Знаешь, ну, действительно... Нет, спрос был, триллион же привлекли, сейчас лишние деньги какие-то. Да, 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 да. Сколько из этих денег в экономику просто? Не дошли, да, да, нет. Все в облигации. Хорошо, хорошо, тогда давайте мы, поскольку уж тоже об этом заговорили, давайте мы сразу же посмотрим на рынок отечественный, с точки зрения рубля его, курса к доллару, ну, прежде всего к доллару, наверное. Я прокомментирую, собственно, если говорить о технической картине, да, то, наверное, в районе 30 рублей за доллар, да, мы нашли поддержку, укол там был какой-то, но, в принципе, да, достаточно быстро цена вернулась выше, вот текущая сегодняшняя торговая сессия проходит ближе к верхней границе, такого краткосрочного диапазона, 30,17 в моменте мы смотрим сейчас, а стоит рубль и, ну, может, 30,20, вот это как раз верхняя граница, то есть 30, 30,20. Ну, и что касается перспектив, и, кстати, Антон, да, очень интересно, как ты вообще оцениваешь, ведь не так легко Центральную банку Российской Федерации в нынешних условиях принимать решение, да, что у него тоже вроде бы есть он, так же, как и его большие собратья, независимые собратья, он говорит, тоже я буду смотреть на инфляцию и, значит, буду препятствовать ее росту, и тем более 8,25, это мама не горюй называется ставка. Да, ну, по сути, ставка финансирования, она же никакого экономического смысла не несет в себе, это не репо, это не депо, вот, как раз недавно здесь разбирались на тему ставки финансирования, где она применяется, и вот выяснили, что в ипотеке военной, военной ипотеке, под нее выдают деньги под эту ставку, вот, естественно, даже если какие движения будут, то сильного влияния этого не окажется, ну, вообще, в целом, завтра заседание ЦБРФ, с учетом последних событий, во-первых, это правительство страны призывает к снижению ставок, а с другой стороны, вот... Кстати, правительство страны призывает к снижению ставок, вот оно на что смотрит? Темпы роста, а? На темпы роста экономики. И, ну, несколько лет понял, с последнего вступления нашего руководства, они как раз на темпы роста, ну, и также, в основном, все-таки, на рынок кредитов, то есть на ставки, на кредитные ставки, да. Ну, то есть они, да, неприлично высоки. Неприлично высоки, да. Вот, и, соответственно, вот эти призывы могут быть, конечно, услышаны, с учетом того, что в июне у нас меняется руководящий состав в ЦБ, вот, интересно, тоже какие-то будут. Ну, эти люди. Да, да, вообще, а также недавно здесь выступал Алексей Улюкаев, зампред Центрального банка Российской Федерации, и также много интересного рассказал, который сразу же автоматически, в принципе, намекнул на то, что, в принципе, ЦБ может, в принципе, поступиться инфляцией, вот, они могут расширить вот этот коридор инфляционный со 100 боевых пунктов до 200, то есть там у нас там получится, у них в районе 6 процентов, и, то есть туда и туда и по 1,5 процента может получиться, вот, соответственно, с текущими показателями инфляции в районе 7 процентов, вот, то есть если раздвинут, то будет возможность, что ЦБ снизить ставку и ничто не, как бы... Ну, да, и вроде бы и инфляция, да? Да, и волки сыты, и овцы целы. Вообще нелегко, естественно. Леш, ты как, у тебя какие ожидания, кстати? Ну, смотрите, как бы, обозначимся, да, зададим базис, да, то есть в начале года мы увидели там рост инфляции, но он, в принципе, как бы был, в принципе, обусловлен за счет низкой базы прошлого года в сравнении, плюс у нас был рост, по-моему, там акцизы какие-то из... Да, да, на алкоголь, по-моему, да, на табачь. Да, еще РЖД очень сильно билет, ценный билет повысил тоже. То есть и смирные, скажем так, смирные, да, тарифы возросли. Но при этом, как бы, отмечалось ранее, что Центральный банк пока не видит причин для дальнейшего роста инфляции. Поэтому, как бы, скорее всего, он... Леш, я тебя перебью, сейчас еще раз новости послушаем, и потом продолжим. Ну что ж, продолжаем наш эфир. Значит, сегодня мы, ну так уж получилось, преимущественно говорим о рынке валютном, поговорили о Форекс, сейчас, собственно, тема, связанная с российским рублем. Я еще раз напомню, сегодня в гостях у меня Антон Захаров, ведущий, аналитик промсвязь банка, и Алексей Егоров, аналитик Номос банка. Есть у нас вопросы, но давайте чуть позже так к ним вернемся. Леш, я продолжу мысль свою, собственно, связанную. Вернемся. Центральный банк отмечал, были отметки такие, то, что, несмотря на то, что инфляция действительно продемонстрировалась всплеск в начале года, что это будет иметь краткосрочный характер, скорее всего, не найдет продолжения в дальнейшем. Соответственно, причин пока изменять процентные ставки, пока, на самом деле, я, честно говоря, не вижу. Не видишь, да? Да. Ну, то есть, скорее всего, Центральный банк продолжит наблюдать за тем, что происходит. Потому что, как бы, вмешиваться. С одной стороны, конечно, понятное дело, что правительство требует темпов роста экономики, и снижения стоимости кредитования для конечного потребителя. Но, как отмечалось неоднократно, что Центральный банк, он все-таки имеет какую-то определенную независимость, и, соответственно, будет принимать решения на основании собственных заключений, а не на основании требований кого-либо. Ну, действительно, именно требований. Или жестких рекомендаций. Ну, со стороны бизнеса, там, по-моему, представитель ВТБ отмечал, и, по-моему, со стороны даже нефтяных компаний, по-моему, тоже отмечалось, или не нефтяных, там, добывающих компаний, что как бы необходимо снижать ставки для того, чтобы страна, экономика в стране росла. Кстати, говоря о курсе рубля, есть смысл сейчас упомянуть и высокие цены на нефть, которые в конечном итоге тоже, наверное, могут... Снизиться, конечно. Оказывать влияние, я имел в виду, на текущий курс. А насчет снизиться, конечно, кстати, вот смотрите, да, 118 сейчас, вот, 116. Верхняя граница такого долгосрочного диапазона. Ну, то есть, вот уже ХАИ, да, наверное, и в ближайшее время вряд ли мы увидимся. Если, конечно, что-то не произойдет именно на Ближнем Востоке. Ну, это понятно, да, то есть, всегда есть какие-то глобальные риски, да, если мы их в сторону, так сказать, отставим, то вот именно такая динамика, что называется, да, среднестатистическая, она вот в этом коридоре, да, ты ее видишь. А так, если геополитика перестанет иметь место быть, вот, то в свете продолжающегося, каждый раз повторяю, продолжающегося вовлечения производства нефти основными производителями, ее как Америки, Канады, в том числе Россия, на исторических максимумах держатся объемы производства нефти. ОПЕК немного, конечно, снижает, но там тоже, видимо, какие-то разногласия, там Ирак все требует, чтобы ему позволили больше увеличить объем производства нефти. И, соответственно, если конституционировано смотреть, то объемы растут, а, соответственно, статистику в Европе рецессия, исключение Германии, и то, с учетом продолжающихся бюджетных сокращений, возможно, все-таки какие-то негативные также последствия, более в среднестойчной перспективе. Если смотреть в США, тоже экономический рост нестабильный, последние статистические данные на это показали. В Азии также есть соответствующие риски. Несмотря на то, что, конечно, в Китае последнее время выходили данные довольно-таки позитивные, но, по своим прогнозам китайских политиков, они ожидают к концу года опять замедление дыма фроста. Если брать с этой стороны, то нефть, если действительно в Иране, не ухудшение не будет геополитической обстановки, то, я думаю, что мы 100 долларов за баррель увидим в первом полугодии даже. И также, если туда привлечь и динамику доллара на бирже, если сильное укрепление доллара, так же может провоцировать снижение. Леш, ты как? Ну, честно говоря, есть, в принципе, причины, почему нефть росла, на мой взгляд, потому что со стороны монетарных властей США было ослабление валюты, куда страны, соответственно, куда-то должны же, там, впрыснутые деньги, да, страны, там, то же самое, ладно, там, Америки, страны Европы, да, как бы, куда-то деньги-то должны все-таки попасть. Ну, то есть, просто свободная ликвидность, она искала, да? Ну, она, там, отчасти, там, мне кажется, там, влилась в коммодитис. Соответственно, как бы это вывело. Но, на самом деле, дорогая нефть, там, для России в настоящий момент, там, после какого-то, там, переломного периода, там, она не так сильно влияет на курс рубля, нежели, чем, там, ее снижение ниже, там. Ну, как бы, просто отметим, да, то, что, там, когда нефть, там, ниже 110 долларов, да, там, инвестор начинает паниковать, соответственно, начинает просто продавать рубль. Ну, вот, после 110, там, честно говоря, там, укрепление рубля не настолько ощутимо, ну, 110 долларов за баррель по бренду, там, укрепление рубля не настолько ощутимо, насколько, там, снижение на точно такую же величину. — Ну, в любом случае, высокая нефть, тем не менее, поддерживает, да, и высокий курс доллара, рубля к доллару, да? — Ну, для российской экономики, если как бы рубль укрепляется, на самом деле бюджет получает же точно такие же доходы, если как бы так рассматривать. — Хорошо, и, собственно, еще одна деталь, Антон, мы начали тут за эфиром еще с тобой это обсуждать, что с золотом происходит сейчас? — С золотом? Ну, как раз вот по поводу вот этих монетарных стимулов, которые деньги могли пойти как раз именно на рынок, как раз подозрительно именно сейчас выглядит золото как таковой актив, который рекомендовали в прошлом году покупать, в том числе, я об этом говорил на прошлой передаче, ну, там отчасти реализовались прогнозы 1780, мы сходили, были, конечно, более позитивные ожидания, но вот в последнее время я начинаю немножко негативно смотреть на этот металл. — Вот, ввиду того, что, во-первых, инфляционные пока что риски сдержанные во всей мировой экономике показывают статистически, да, но из-за исключения некоторых стран, относящихся к блоку развивающихся, как Бразилия, как Россия, как Индия. — Вот, но там из-за негатива такого просто для той же самой, если взять и рассмотреть Индию, то центральный банк собирается вводить квотирование на импорт золота, что, я думаю, также может негативно отразиться именно в потенциале на котировку этого металла. — Причем, если посмотреть статистику за прошлый год, все-таки основными драйверами для роста были центральные банки, и вот последние данные указывают на то, что их спрос немножко ослаб. Вот, и как раз вот, видимо, на этом фоне также могут быть какие-то негативные тенденции на этом металле. — Ну, то есть банки перекладываются, или... — В прошлом году до, вроде бы, память не изменяет, где-то до сентября, вроде бы, статистика довольно декапезитивная была, а потом начали ухудшаться именно показатели. — Я понял, ты. Леш, ты как на золото, в принципе, смотришь? — Ну, как бы, золото у нас традиционно это инструмент для защиты от инфляции, но, соответственно говоря, там просто вот про монетарные, да, про монетарные стимулы, почему, ну, как мне кажется, почему там доза золота росла, потому что, условно говоря, там впрыскивали деньги, да, и в какой-то момент просто начали, там, операция твист, по сути, не увеличение монетарных каких-то, там, стимуляций, да, а просто продление того, что уже имеется, ну, соответственно, как бы, там, в принципе, ограничило потенциал дальнейшего роста. Ну, действительно, как бы, соглашусь с коллегой, что инфляционное давление в настоящий момент, что по Европе, что по США, такое более-менее умеренное, и без дополнительных каких-то, там, сигналов, скажем так, рассчитывать на то, что, там, люди будут продолжать инвестировать так же активно в золото для защиты собственных, там, позиций. То есть, пока сейчас, да, не то время еще? Ну, да, и не исключено, что, в принципе, может быть, при росте аппетита инвесторов к риску, да, ну, то есть, как бы, все-таки, не исключено, что будут выбирать более доходные инструменты. УФЗ, например. Ну, да. Хорошо, отметил. Что, собственно, и делают уже, да, что мы уже видим достаточно долгое время. Кстати, ну, сейчас заканчиваю тогда с золотом, и вопрос еще один меня всегда интересует. Мы все время говорили, да, что золото, там, на протяжении какого-то периода времени рассматривается либо активное убежище, ну, от чего-то, от инфляции или, там, от риска, или, либо, по некоторым мнению, по некоторому мнению, в последнее время золото такой же рисковый актив, как те же, да, как остальные коммортизи, например. Ну, в принципе, да. По этому поводу. Я вполне поддерживаю данное мнение. Ну, то есть, второе мнение, да? Ну, да. То есть, золото, по сути, рисковый актив. Причем, это показало, там, по-моему, я не помню, года полтора назад, когда там золото очень резко снизилось стоимость, там, по-моему, все тогда начали отмечать, что, как бы, золото перестало быть таким защитной гаунью. Ну, и еще, я думаю, что вот в эпоху вот этих турбулентностей, как он, в принципе, говорил, 2008 год, там, 2009, 2010, когда мы видели действительно сильнейший рост золота, с 2009 года, да, с 2009 года начиналось, когда ФРС анонсировал первую программу, вот, сильный скачок по золоту было, движение продолжалось на протяжении нескольких лет. Вот, сейчас же, я думаю, что благодаря той же самой работе ТЦБ, которая, если что, может выкупать банды, просто более доходные инструменты появились и менее без риска, соответственно, просто часть инвесторов вытянулась именно вот на рынке облигаций в том числе. Сейчас, действительно, рынки облигаций на многих, во многих странах, они привлекательны. И с учетом того, что золото находится ненамного ниже, там, своих исторических максимумов, вот, если обратить внимание на облигации некоторых стран, в том числе Россия, они... Ну, развивающих, значит, да, прежде всего? Да, да, да. Потому что все-таки ставки, да, кэритрейт, да? Даже, на самом деле, как бы, помимо развивающейся страны, те же самые, там, Португалию, если смотреть, там, доходности тоже, как бы, хорошие. Ну, да, если что, там, произойдет, то ЕЦБ, может... Да, как бы, было уже, там, заявлено, что, если что, там, всем поддержат, да? Ну, понятное дело, что, как бы, Греция, там, тоже, если там смотреть, действительно, там, доходности сумасшедшие, там, не знаю, 30% от номинала торгуются, там, 35%, но при этом, там, и волатильность высокая, можно заработать гораздо больше. Хорошо, значит, отвлечемся немножко от разговоров и посмотрим на то, что происходит сейчас на площадках, собственно, основной момент связан с тем, что открылись американцы, открылись они с небольшим снижением, и Доу Джонс и СНП-500 теряют 0,2%, на 18.41 Москвы, РТС продолжает снижение, МВБ также переместился в красную зону, вот, является ли это некой общей тенденцией, ну, здесь сложно говорить, наверное. Газпром лидирует, наверное. Газпром. Ну, да, да, насколько лидирует, уже я не знаю, но он такой уверен на сегодня в красном. И, кстати, есть вопрос по этому поводу, вот Аркадий пишет, где ждать дно по Газпрому, когда становится падение, идущее уже 10 дней, почему не работает дивидендная история, какие уровни ждать к отсечке 13 мая? Ну, вопросов много, но вот самый, мне кажется, такой главный, да, самый стратегический, где же дно ждать по Газпрому, Антон, как думаешь? Ну, хотел бы сказать, конечно, акция не моя стезя, но как раз сегодня почему-то смотрел на Газпром, но да, все-таки обращаю внимание, даже стараюсь подторговывать чем-то выборочно, такого опыта. Что касается Газпрома, думаю, что еще есть куда снижаться, в принципе, уровни там рублей на 5. Ну, ниже 135 есть, да? Да, есть возможность увидеть и ниже, вот, я там для себя выделил кое-какие уровни, вот, там на долларов 5-8 пониже могут сходить. Но, с другой стороны, по поводу дивидендных историй, как раз мне коллеги сегодня, мы с ними общались на эту тему, они предлагают великолепную доходность в продаже в процентном, там тоже говорили. Вот, то есть, даже если по текущих уровнях войти в Газпром, можно получить хорошие, действительно, дивидендные выплаты в мае. Ну, вот, к отсечке 13 мая, да? Да, да. А почему-то Аркадий пишет, что не работает дивидендная история, что он имеет в виду? Ну, то есть, я думаю, он имеет в виду то, что, учитывая вот эти все спекуляции на тему дивидендов, Газпром продолжает свое снижение. То есть, не находит спроса, даже потому, что сейчас дивидендная доходность, она довольно-таки высока. Хотя, с другой стороны, смотрите, да, вот, опять я к вопросу Аркадия возвращаюсь. С одной стороны, его интересует текущая рыночная котировка, а с другой стороны, есть дивидендная история, и прямой связи может и не быть, правильно? Нет, ну, есть такие инвесторы просто, которые, там, покупают, условно говоря, бумагу, не держат до отсечки, там, реализуют, так сказать, вот эту дивидендную доходность скрытую, да, как бы, они... То есть, она не нужна ему дивиденд, а он просто, что, растет бумагой. Да, то есть, купил когда-то, да, и до отсечки, там, продал, то есть, во-первых, как бы, получил так искусственно, скажем так, получил дивиденд, потому что, ну, цена, как бы, возросла, там, в начале, там, стоимости. Ну, и, собственно говоря, там, не замораживал просто деньги. Ну, как бы то ни было, значит, вот мнение, да, моих гостей, что есть еще куда снижаться к Газпрому, но, тем не менее, дивидендная история, есть дивидендная история, и, наверняка, те, кто сидят в Газпроме, как минимум, смогут, да, увидеть что-то к этой самой отсечке в мае месяце, дай бог, дай бог. Значит, мы еще раз сейчас послушаем новости, а потом продолжим наш разговор. Ну, что ж, последняя часть нашего эфира, давайте попытаемся мы уложиться в это небольшое оставшееся время, отвечая на вопросы, ну, и, собственно, тема, Леша, вот, еще раз настойчиво, да, предложил, давайте пару рубль-то поговорим, да, какие перспективы. Ну, давайте я тогда начну с вопроса, потому что он касается как раз этой темы, вот, из Ярославля пишет нам слушатель Жан Георгиевич, значит, рассказывает, что имеют доллары на квартиру, когда конвертировать в рубли? Ну, как я всегда отмечаю, то, что традиционно у нас первая половина месяца, если так вообще в краткосрочной перспективе, у нас связано с тем, что в первой половине месяца, да, наблюдается рост курса доллара, это обусловлено тем, что снижается спрос на рублевую ликвидность стороны банков, которые уже выплатили. Ну, то есть сейчас вот месяц февраль, первая половина началась, вот действительно мы наблюдаем, да, сейчас подскок. Ну, и где-то там начинается у нас со второй половины, начинают потихонечку там экспортеры под налоговые выплаты традиционные. Спрос на рубли, да? Да, у нас начинается спрос на рубли, ну, и, собственно говоря, там апогеи, это доходит там первого числа, либо 30-го, либо первого там следующего месяца. Ну, то есть я бы вот выбрал для себя, ну, либо, собственно говоря, если человек там как бы собирается там активно спекулировать. Нет, я думаю, что это не так, и тем более это деньги на квартиру, как мы можем активно спекули, остаться без денег и без квартиры, не дай бог. Не, ну, просто как бы не совершать все одномоментно, скажем так, то есть делать все постепенно, никто же не говорит, то есть в крайнем случае диверсифицировать риск там. Ну, я вообще предложу, вот смотрите, с практической точки зрения, да, у человека есть накопленники долларовые, он задачу поставил себе купить квартиру, если она у него есть уже, да, в принципе-то, за нее надо платить, расплачиваться. Когда там сделка, на следующей неделе, через неделю, ну, значит, вот по текущей меняйте, да идите платите, правильно? Конечно, конечно. Если это все в перспективе у вас, в поиске квартиры, вы там, держать, значит, надо держать, конечно, и не суетиться, а уже делать это после того, как какие-то практические, ну, уже практические какие-то, да, будут. Ну, если честно, то там укрепление рубля к доллару, там, ниже 30. Ты не видишь никак, да? Да, да, как бы, если они будут, то недолгосрочно, скажем так, то есть здесь больше вверх, чем вниз. Ну, опять, я уж не уточняю, да, какая сумма, огромная, неогромная сумма, но, тем не менее, вот если мы даже говорим о том, что, предположим, да, дороже 30 доллар не будет стоить, вот. То есть вероятность потери? Да, 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 и сильно дешевле, там, куда-нибудь в районе, да, 32-34, но это тоже в ближайшее время мы вряд ли сможем увидеть. Поэтому вот этот диапазон, узкий диапазон, ну, в принципе, можно и сейчас спокойно переходить из доллара в рубли. Ну, а есть человек там в перспективе года, квартиры. Это другое дело, ну, вот, к сожалению, да, это не уточняется, вот есть, да, есть доллары, хочу конвертировать в рубли. Ну, да ладно. Так, значит, тогда давайте продолжим, у нас есть несколько вопросов, хотя, ну, опять традиционно, может быть, да. Мы с вами, мы с вами все-таки об отечественном рынке акций говорим, в том числе, да, помимо, я имею в виду, историй с валютами. Ну, о Газпроме, значит, два слова было, если не сложно, да, Леша, Антон, вот, есть интерес к Сбербанку и есть интерес к банку ВТБ. Что-то прокомментируете? Сложно уже. Сложно уже, да? Да, да, для тех, кто не занимается. Я думаю, что, если действительно ухудшение будет какое-то, например, на международных площадках, то, поскольку в индексе Сбербер довольно-таки весомо выглядит, вот, естественно, если пойдет все вниз, то, я думаю, за счет Сбера как раз и будут. Ну, это если какие-то риски будут ухудшения, а так, со стороны именно какой-то фундаментальной составляющей именно этих банков там, мне трудно было бы что-то сказать по этому поводу, поскольку это не моя стезя. Я понял тебя. Ну, Сбербанк у нас традиционно, там большую часть, по-моему, в индексе занимает, соответственно, как бы на него основные расчеты делают инвесторы. Ну, а если сравнивать Сбербанк с ВТБ, то, если взять тот же самый финансовый отчет, то, я думаю, все-таки более интересно влить Сбер. Ну, конечно. Ну, и дивиденды, мне кажется, немножко другие. Ну, и, мне кажется, негативный опыт людей. Негативный опыт людей. Да, которые там при АПИО заходили в ВТБ. Так, ну, ладно, мохнем и тогда с акциями. Давайте вернем к валютному рынку. И если не возражаете, все-таки вот история связанная с Банком Японии, с назначением нового главы этого банка, ожидаемым назначением. И там пока еще споры идут. Ну, споры, не такие уж и споры, там уж такое впечатление, что уже однозначно будет этот парень. Я вот сегодня, как раз, кстати, читал именно вот в Остер Джордан как раз, там будут еще до сих пор именно вот эти... То есть выбор, кандидаты, там был список, да, какой-то, к сожалению, имена-то сейчас не назовутся. Нет, ну, да, ну, как я понимаю, там, основная интрига-то идет, то, что будут ли поддержаны те меры, которые там... Ну, по поводу иены, просто хотел бы сразу же отметить, вот эти все выборы головы, там, дальнейшая интернет-политика. Я думаю, что сейчас, в ближайшее время, как раз, основной фактор будет для трепетирования капитала в конце финансового года в Японии, который в марте как раз, когда традиционно иена укреплялась. Вот, какие-то, наверное, уровни будут достигнуты еще раз, возможно. Может быть, мы уже их даже и видели, и видим более значительное укрепление. Ну, кругленькую цифручку все даже любим, 95, вот там называлось 95. В принципе, мы были от него там фигурки. Там отличный уровень сопротивления, вот, там, два уровня таких для роста, 95 и 110, вот, по крайней мере, я для себя определил. А что касается коррекционных каких-то отметок, ну, и, соответственно, также круглые цифры, 90 и даже можно попробовать дождаться 86. Но это если, например, будет какое-то сильнейшее ухудшение, там, они... Ну, и о репатриации ты заговорил, это вполне может быть. Потому что не факт, что сейчас в этой гонке участвовали и экспортеры японские. Совершенно верно, совершенно верно. Наоборот, они с хороших уровней могут просто, да, входить. Затей очень. Им это будет только на руку. Кстати, вот, в продолжении разговора о японской иене, если позволите, вот, опять-таки мы говорим, у нас есть традиционный взгляд на иену, как на валюту убежища, да, если какие-то там существенные потрясения в мире происходят, то инвестор бежит в доллар, в иену, ну, во франк сейчас уже вряд ли он отбегал, да, уже отбегался. Вот еще и с этой точки зрения, да, если вдруг мы в ближайшее время увидим опять существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире в целом, вот не, не, случится ли так, да, что все вот эти вот нынешние старания Банка Японии и японского правительства пойдут прахом просто напросто, как бывало уже многократно, кстати. Я, честно говоря, там ожидаю того, что действительно там, основная же проблема у них от того, что почему там они монетарное ослабление сделали, почему они там решили ослабить валюту, потому что у них экономика просто не растет, потому что все бегут в страну, да, как бы, иена дорожает, и, собственно говоря, экспортеры очень сильно страдают от этого, то есть они не могут продать свой того, ну, соответственно, будет, если там очередной приток капитала, ну, будет дальнейшее ослабление. Ну, выкурят мне как-то, кажется, постараются. Да? Ну, мне так кажется, потому что, ну, действительно, там уже это остро проблема встала, потому что у них там дефляция наблюдается в стране, ну, это как бы там, то есть ослаблять, ослаблять, не переослаблять, скажем так. Ну, в том плане, что справятся они с этим делом? Ну, сейчас Национальный банк. Старского национального банка удалось же с этим, они пол привязали франк евро и все, и, в принципе, этого было достаточно. Неск, конечно, на переоценку постоянно попадало там, но, с другой стороны, все эти, вся эта работа... Ну, ресурсов хватило, да, они откупают, 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 и... Ну, как раз вот в январе был отскок сильнейший евро-франк, на 1,25 ходили, вот. Сейчас опять мы приближаемся к отметке в 1,20, самое удивительное. Вот это как раз по поводу рисков, баланса риска, и опять мы видим, что все-таки опасения сохраняются в отношении Европы, и бегут опять франк. Вот. Я думаю, что и так же будет в паре евро-доллар. Сейчас просто идет вот эта тальп от спектуалов, которая, в принципе, была оправдана с учетом того, что ЕЦБ пообещал там поддерживать. То есть вот эти деньги, которые также были просто скоро выведены ранее, два года назад, на фоне обострения этих проблем с перфейными странами, сейчас возвращают деньги, которые, в принципе, можно вернуть, ну, и часть тесно ставится. Я думаю, этот процесс, он уже завершается, вот. И как раз вот как раз для факторов ослабления евро, вот, причем там на многих графиках, если брать кросс-курсы, довольно-таки хорошие фигуры сформировались, для того, чтобы евро как раз именно развернулся и начал, да. Отдельно вот хотелось бы отметить еврофунт. Тоже сильное было движение вверх, даже, наверное, сильнее, чем там с иеной в разъемный момент. Ну, там, кстати, и фунт еще добавлял, потому что он... Да, фунт тоже своя тематика, это связано с возможным референдумом, который могут провести... По выходу из... Да, из еврозоны, хотя вот последний саммит их показал, что, в принципе, Британия, видимо, готова на уступки. Вот они договорились о общем бюджете европейском сократить дефицит, если Британия согласилась там до 2020 года, что ли, вроде бы, у них бюджет был принят. Соответственно, если Британия согласилась до 2020 года, то о каком выходе можно говорить? Ну, это да, это такой шантаж, видимо. Вот так у них новая глава скоро займет свое место через пять месяцев. Причем, кстати, довольно-таки сильная личность, поскольку он был в Маркарне, бывшей главой Банка Канады, центрального. Сейчас его назначили на пост именно главы Банка Англии. Вот, и он, кстати, первый, который вот фразу употребил в 2009 году, что будем придерживаться около нулевых ставок в продолжительный период времени. После чего Бернанк как раз поддержал его, ну, или Бернанк, или, видимо, ФРС все, директора, вот, и они его поддержали. Идея понравилась. Идея понравилась, да. Ну, в Канаде, мне кажется, ситуация там, как бы, до сих пор, там, по-моему, экономика там не так хорошо себя чувствует. Не, ну, почему? Вот рост есть, но там проблема вся вообще сейчас во многих экономиках, это с рынком недвижимости. Перегрев сильнейший был в Австралии, сейчас в Канаде вот такие же там проблемы встречаются. Там еще Канаду давно не смотрел, там с кредитами проблемы. Ну, давайте мы о Канаде, не о Канаде, но последняя там, она составила полторы минутки. Сырьевые валюты ведут себя неоправданно, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, имеется в виду, что они раскоррелируются, да, с динамикой сырья, мы говорили, она позитивна, а вот австралиец, ну, новозеландец, может быть, там, получше несколько себя чувствует, канадец тоже. Я думаю, что вот как раз из таких идей, еще две недели назад было озвучено, там где-то, вот я говорил, как раз тоже я, что хорошая идея, это шортить австралийский доллар, соответственно, новозеландский, потому что они традиционно вместе ходят, я думаю, по австралу будет паритет, вот, я думаю, покупать... А на чем она и фундаментально, на чем она? На ставках те же самые. Даже идея ставок, монетарная политика. То есть они снижаются тоже, да, ожидания снижения? Есть пространство, у этих банков есть пространство для маневрирования, в отличие от ФРС, естественно, на этом. Ну, и также с рием также не все будет хорошо, это, например, железная руда, идет затоваривание, падают цены. Ну, и да, если мы о Китае, да, говорили о Китае, то вполне возможно, что и спрос он несколько свой поубавит, да, Леша? Ну, конечно. Хорошо, ну, давайте тогда мы будем закругляться потихонечку. Значит, во-первых, я вас благодарю, уважаемые коллеги, что вы нашли время в эту студию сегодня приехать. Антон Захаров, ведущий аналитик Промсвязь Банка, Алексей Егоров, аналитик Номос Банк. Сегодня мы обсуждали, ну, так уж получилось, и это замечательно, преимущественно валютный рынок, как иностранный, так и отечественный, ну, и мне кажется, картина более-менее ясна. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до завтра, до свидания.